Советский Союз славился выпуском тракторов. По сути, все трактора нашего производства, которые сейчас трудятся на благо Родины, это модернизированные модели созданных в СССР машин. Конечно, в наши дни предпочтения отдают импортным тракторам, но своих тоже хватает. Самыми могучими тракторами советского времени считаются колесные трактора Т-150К и К-700. О них сегодня и будет идти речь. Посмотрим их технические характеристики и увидим, чем они отличаются друг от друга. Первым будет трактор Т-150К. Его разработали на Харьковском тракторном заводе в 1971 году и после прохождения всех необходимых испытаний организован серийный выпуск. Тяговый класс машины – 3. Инженерами был установлен шестицилиндровый дизельный двигатель, мощность которого составляла 165 лошадиных сил. Основной двигатель запускался с помощью небольшого бензинового, который в свою очередь имеет мощность 14 лошадиных сил. Трансмиссия трактора очень интересная. У него 4 диапазона и в каждом из них находятся еще по 4 передачи. Трактор имеет два моста, оба из них являются ведущими, но задний включен постоянно, а передний можно отключать. Скорость движения Т-150К следующая. Вперед он имеет диапазон от 2 до 30 км в час, а назад от 7 до 10 км в час. Вес трактора 8 тонн. Бак с горючим рассчитан на 430 литров. Трактор был универсальным, он нашел себе применение в сельском хозяйстве, строительстве различного характера, а также мог применяться как обычный тягач. Теперь трактор К-700. Эта махина была побольше и помощнее предыдущего трактора. Первый экземпляр машины был разработан в 1961 году в городе Ленинграде на мощностях Кировского завода. Трактор принадлежал к тяговому классу 5 и после своего появления на полях увеличил скорость работы в 3 раза. На трактор был установлен двигатель марки ЯМЗ-238 мощностью 220 л.с. Коробка передач насчитывала 24 скорости, 16 из них двигало трактор вперед и 8 назад. Предельно допустимая скорость при движении вперед 42 км в час. Задним ходом же трактор ехал со скоростью 25 км в час. Вес трактора в полном снаряжении 11 тонн. Топливный бак вмещает 450 литров солярки. Основные технические характеристики этих двух тракторов вы видите, конечно не отличаются друг от друга, но вместе они делали одно общее дело, трудились на благо страны и внесли огромный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли. А если вы работали на одной из этих машин и хотите поделиться своим опытом и мнением, напишите об этом в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok